Избившему остончанина на дружеской вечеринке вынесли приговор. Подсудимому дали год условно с установлением пробационного контроля. Суд пояснил, что при вынесении решения учитывали несовершеннолетний возраст ответчика и его полное признание вины. Установить за несовершеннолетним Амековым Алиханом Дания Рулы пробационный контроль на весь срок наказания, не возложить исполнение обязанностей, не менять постоянного места жительства, учебы, работы, уведомления, без уведомления специализированного органа, не посещать увеселительные заведения, отдыха, кафе, бары, рестораны, клубы, свободное от работы время, не покидать постоянное место жительства с 22 часов до 6 часов утра, не выезжать в другие местности без уведомления. По материальному и моральному ущербу суд удовлетворил требования потерпевшей стороны частично. В части компенсации затрат на лечение треть от запрашиваемой суммы. Моральный вред оценен в 500 тысяч тенге. Разъясняя приговор, судья сообщил о возможности осужденного обратиться к психологам, что слегка возмутило потерпевшего. Мы добивались, чтобы Алихана наказали лишением свободы. Подсудимому назначили там реабилитацию психологическую и так далее. Но обо мне, кстати, никто не подумал. Это маленький моральный ущерб в сравнении с нашими похождениями, с нашими нервами. Останчанин намерен обжаловать приговор. Напомню, парня избили полтора года назад на съемной квартире в столице. На дружеской вечеринке Арман Ашимов заступился за девушку. В ответ получил множество травм, которые дают о себе знать до сих пор. У потерпевшего упало зрение, проблемы со слухом и киста в височной части черепа. Продолжение следует...